Продолжение следует... Ну что, программа «В путь» в любую погоду каждый четверг отправляется в мини-трип по Приднестровью. И сегодняшний день не исключение. Мы приехали в Григориопольский район. Многие скажут, вы тут были, что вы здесь забыли. Были, но показали не все. Куда мы отправимся сегодня? Сегодня мы на предприятии «Птичья ферма» и будем рассказывать о том, как выращивают цыплят бройлера, как производить мясо, которое потом отправляется по всему Приднестровью. И обо всех тонкостях вообще мясного производства будем рассказывать сегодня в этом выпуске. Да, мы подумали, что все любят поесть. А вот что мы едим, актуально будет узнать, как это выращивается и что потребляет птица. Ну, важный момент. Здесь на предприятии выращивают и свиней, и птиц. И сейчас мы будем определяться, кто куда из нас отправится, кто на какое производство. Ты предлагаешь поспорить, да? Классическим способом будем определять. Банально. С колодцем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, победитель отправляется на свиноферму. Теперь не возьмет ни один маршручек. Смотрите. Чему она радуется? Стоит пояснить, почему я так хотела выиграть в этом споре и попасть к птичкам. Там, куда предстоит отправиться Арсению, аромат отнюдь не версачи. К тому же он очень прилипчив. Поэтому вопрос, кто же отправится на экскурсию к хрюшам, мы начали обсуждать еще в начале поездки. Другое дело, эти малютки, им всего три дня от роду. Прелестное хоровое пищание и океан цыплячьего умиления. Только вот незадача. Подержать мягкий желтый комочек мне, увы, не удастся. Хотя выпал сегодня счастливый билет. Разочаровали вы меня, Андрей Иванович. Я тут, значит, наряжалась, марафет наводила. Думаю, сейчас пустите меня в птичник, а нет. Почему так? Потому что по санитарным нормам это стерильная зона. То есть к цыпленку заходит только строго оператор, который обслуживает этот цех. Почему так? Очень чувствительные они. Потому что это кросс, это финальный кросс, КОП-500. Это его порода? Да, это КОП-500 мы выращиваем, это финальный гибрид. Получается, птица очень-очень уязвима к бактериям. И вообще к нему создается его микроклимат. То есть к чему все компьютеризировано, все сделано для того, чтобы поменьше заходили. Было контактов, да? Да, да, да. И меньше контактов. Вес малюток в таком возрасте невелик, всего 100 граммов. Пока цыпленок растет, меняется и количество корма, и сам корм. К примеру, сейчас налегают на протеин. Его много в соевом шроте. Конечно, раз эти цыплята в будущем попадут к нам на стол, как бы это кощунственно ни звучало, нам интересно, чем они питаются. Вот, на старте. Что входит в их рацион? Какое идеальное меню для них сегодня? На сегодняшний день, значит, на старт у меня кукуруза, пшеница, соевый шрот, масло подсолнечное и витаминно-аминокислотный комплекс. Так, дальше они станут взрослее. Увеличится только порция, объем или еще что-то войдет в форму? Нет, просто меняется пропорция в процентах. С выростом сои чуть-чуть поменьше, то есть зерновые культуры чуть-чуть побольше. Кстати, зерновые для птиц отечественного производства выращивают сами или приобретают у других местных аграриев. Что насчет температуры? Она здесь все 45 суток одинаковая или нет? Нет, температура по возрастам, значит, первые сутки 33-33,5 температура. Ух, тепленько. Да, это суточный цыпленок, то есть он должен и каждые, каждые, каждые сутки где-то на 0,7-0,5 градусов температура. И в итоге к 45 суткам? К 45 суткам достигается до 19-19,5 температура в цеху. Почему? Потому что до 10 суток сам цыпленок, у него теплообмена нету, то есть мы подержим 33,5 температуру для того, чтобы не простудился. Это, во-первых, есть нюанс. В дальнейшем после 10 на 11 сутки у птицы вырабатывается свой теплообмен. И согласно выроста птица выделяет само по себе тепло. В этом птичнике малыши будут набирать вес до 45 дней. Это быстро. Ну что, развеиваем мифы. Принято считать, что раз цыпленок рябой, значит, это будущая курочка. Желтый, значит, будущий петушок. Отчасти это так, но относится к яйценосной породе курей. Это же мясные бройлеры. Поэтому здесь все иначе. Мальчиков и девочек отличают по размеру или форме крылышек. Я не вникала в детали, но вот так у мясной породы. То есть на первый взгляд отличить мальчика от девочки невозможно. Смешная ты, Катя. Когда придешь за мясом в магазин, точно не отличишь курочку от петуха. Я, кстати, отправился в одно из главных мест на предприятии. Самое время немного рассказать об истории этого места. Эту ферму, птицеферму, построили еще в 88-м году. Строили ее немцы по немецкой технологии. Но, естественно, тогда стал разваливаться Советский Союз, поэтому долго она не просуществовала. В 98-м году тут все прекратилось. Вот. И уже в 2014 году снова взялись за ее восстановление. И сейчас уже на максимально высоком уровне здесь все происходит. Работают здесь примерно 140 человек. Из соседней Шибки, Григи Риополя и сел Дубоссарского района. Попадаем в кормовой цех. Это основа производства. Именно здесь готовят еду птицам и свиньям. На своего рода кухню привозят ингредиенты, чтобы работникам было удобно смешивать их в нужных пропорциях. Не секрет, что на подобного рода предприятиях важно, чтобы животные и птицы максимально быстро набирали вес. Ну, в этом весь смысл. Я думал, что здесь, в этом цехе, где мешают корма, что здесь какие-то вот параллельно с зерном есть какие-то секретные препараты, канистры, цистерны с какими-то химикатами, которые ускоряют этот набор массы. А здесь в основном зерно и все такие натуральные природные компоненты, которые есть, по сути, в любом частном доме. И это удивительно. Сейчас буду выяснять все подробности. Так, обычная кукурузка. А вот как происходит весь процесс. На шустерном погрузчике, бригадир или его помощник засыпают по очереди компоненты в специальный миксер с весами. Затем это все тщательно перемешивается. Я сейчас прошелся здесь по этому цеху, посмотрел здесь в основном кукуруза, горох и так далее. Вот самые разные культуры. Не увидел ни одного секретного какого-то компонента. Все натуральное. Все с поля возится и натурально кормится. Каждый ингредиент по своим весам. Есть согласно рациону врача, который подает нам рацион. И мы кормим птицу каждый день, кроме субботы, наполняем бункера. Строгое меню и у птицы, и у свиней тоже. Все строгое. Все строгое. Все строгое. Потому что если не будет рациона, не будет расти. Еще в смесь добавляют премиксы. Не пугайтесь, это витамины и минералы, которые помогают лучше усваиваться пищи. А еще они компенсируют недостающие микроэлементы. Когда смесь будет готова, по конвейеру ее засыпают в бочку, а уже после грузовичок отправится к птичникам и свинарникам заполнять емкости с кормом. Сколько таких замесов нужно в день делать? Делаем 28-30 тонн в день. И свиньям, и птицам. Машина берет по 4 тонн, грузится, и на каждый птичник по 4 тонн. На выходные грузим по 8 тонн. Чтобы хватило и на свободу, и на спасение. Да, на спасение. Работенка, конечно, пыльная, но важная и ответственная. Нельзя ничего перепутать. И хотя вес компонентов измеряется не в граммах, пропорции важно соблюдать неукоснительно. Кстати, на территории фермы сейчас строят современный цех. Он пока на этапе подготовки и установки оборудования. Но когда его завершат, труд рабочих упростится, станет более автоматизированным. Чтобы не ждать, когда желторотики подрастут, направляемся в другой птичник. Здесь цыплята постарше. Эти цыплята уже не вызывают такое умиление, как те, что мы видели в первом птичнике. Им 25 дней. И, как мы видим, аппетит у них хороший. Благодаря этому они набрали вес 1,5 килограмма. Любуемся в окошко – это меры безопасности. Кроме бактериальных болезней, цыплята, как и все птицы, подвержены вирусам. Поэтому их обязательно прививают. Стоит им только вылупиться. А вот я хотела спросить еще насчет прививок. Вы же не подходите, не колите каждого цыплята? Цыпленок в инкубаторе прививается инъекционно. Инъекционно ставится вакцина. То есть в инкубаторе отдельно, индивидуально каждого цыпленка прививают. Так их 4 прививки, вы говорите. Что все 4? Дело в том, что это ассоциированная вакцина. А, она комбинированная. Да, это комбинированная ассоциированная вакцина. То есть в инкубаторе, даже не тут? В инкубаторе. Еще в Кишиневе? Да, там на месте. Все профилактические мероприятия. Для человека эта вакцина никак не проявит себя потом? Нет, нет. Это вырабатывается у птицы иммунитет. Эти бройлеры уже набрали нужную массу тела. Скоро их место займет другая партия цыплят – молодых и задорных. Конечно, прежде тут сменят соломенный матрас, проведут санитарные мероприятия и уже потом запустят новую жизнь. От и до о птичках заботится оператор. Знакомьтесь, это Людмила. С перерывами на выходные на посту уже 7 лет. С начала образования фермы. Пожалуй, ее самый страшный сон – то, как отключают свет. Ведь тогда все необходимые цыпленкоусловия улетучатся, как дым, а ей отвечать за все поголовье. Поверьте, бройлеров здесь немало. Итак, друзья, чтобы вы понимали, здесь всего на территории предприятия 8 птичников, и за каждым закреплен человек-оператор, который следит за тем, чтобы в нем был полный порядок. Соблюдалась температура, птицы вовремя получали еду. Все верно? Да. Расскажите, пожалуйста, как долго длится ваш рабочий день, и что входит в ваши обязанности, что я вот не договорила. Ну, мы заступаем на смену с 8 утра, и смена длится до 8 утра следующего. То есть сутки? Сутки, да. Так. Мы работаем, заступаем, у нас в обязанность входит кормить птицу. То есть каждый час мы заходим в цех, каждый, и проверяем кормушки. Также мы смотрим за паением. Этим птичкам уже сколько? Этим птичкам на данный момент 45 суток. Еще немного, и они уже готовы к убое? Да. Или уже готовы? Ну, они, в принципе, готовы к убое. Уже. Какой вес у них на сегодняшний день? Три с половиной килограмма. Три с половиной. Ну, да, потому что есть петухи, есть курочки. Курочки, естественно, поменьше. Скажите, вот уже совсем скоро их отсюда заберут. Сердце будет ёкать, вот как у женщины? Или уже это работает, это все на автомате, все чувства? Конечно, особенно в первые дни очень было обидно, потому что с яйцам, и нам их привозят, и мы выращиваем их до такого размера. Сердце болит все-таки, да? Когда строили эту ферму, она была рассчитана на миллионные поголовья птиц, но, естественно, полумощность она не работала, и сейчас часть корпусов, где когда-то должны были тоже быть птицы, оборудованы под выращивание свиней, и вот туда я и направляюсь. Я видел, как содержат свиней, в принципе, в частных домах, здесь, естественно, все по-другому, потому что это промышленные технологии. Показывайте, как выглядит бокс, где содержат. Проходим, пожалуйста. Ну-ка. Так, здесь сейчас временно никого нет. В этом отсеке сколько помещается хрюшек? От 16 до 20. То есть они так достаточно плотно друг к другу? Или, в принципе, здесь молодняк? Молодняк, да. Есть молодняк. Потом мы производим разрядку, то есть уменьшаем поголовье в одной клетке. А молодняк – это какой вес и возраст? 20-25 килограмм. Возраст где-то 10-11 недель. Ага, понятно. Сам весь процесс длится где-то 120-140 суток от корма. Все оборудование здесь заграничное. Автоматическая система кормления и паения. Контроль за температурой в помещении и вентиляцией. В зависимости от возраста поросенка подбирают рацион. Обычно на выходе вес около 120 килограммов. Оказывается, ничего удивительного нет в том, что этой отметке на весах удается достичь практически за 4,5 месяца. 60% зависит от породы поросенка. Мы привозим породу бекон, поэтому это 60% успеха зависит от породы. 10-15% от условий содержания. Остальное – ветеринарный уход. Вот весь секрет. То есть каких-то специальных веществ? Нет, ни в коем случае. Мы пользуемся только зерновыми культурами наших приднестровских производителей. Сейчас тут пусто. Молодняк завезут через 2 недели. За это время нужно вычистить помещение и выполнить ремонт. Кстати, тут тоже строго. В боксах в поросятами могут находиться только ветеринар, заведующий комплексом и дежурный оператор. Для нас исключение. Если честно, вам очень повезло, что камера не передает аромат, потому что он здесь, ну, прям ядреный. Запотела даже камера. Операторы не решились зайти. Я вот сам уже здесь внутри нахожусь. Слушайте, ну, что сказать. Очень, очень чисто. Если честно, я не удивлен, что здесь так много окон, потому что иногда хочется сделать просто вот так. Хорошо, свежий воздух. Ну, зарядились, теперь можно продолжать. А почему они и так на нас реагируют? Они голодные хотят есть? Нет, они не голодные, а нормальный здоровый поросенок. Он так веселый. Мы всегда обращаем внимание на ушки, да, если ушки вверх, глаза веселые, значит, все в норме, всего хватает. Слушайте, ну, милахи же и в самом деле очень жизнерадостные. Как будто поросята из рекламы или мультфильма. Много маленьких фунтиков. Это порода петрен-дюрок, гибрид. Ну, поросенок хорошего качества. По ним видно, что они такие холеные, глазки на самом деле веселые, как вы говорите. Они друг на друга залезают. Мы у нас от корма в волю называется. Всегда кормушка с едой полная. То есть поросенок проголодался, вот, пожалуйста, всегда корм есть в кормушках. То есть такого нет, что кормление по часам, например, там засыпается, все время корм уники. Все время, да. Поголовье сытое. Ага. Такой очень любопытный момент. Здесь внутри температура практически 25 градусов. И при этом здесь нет ни одного обогревателя. Эти милые поросятки сами себя греют. То есть они создают температуру. И здесь очень-очень тепло. Переходим к тем, кто уже созрел. Минутка арифметики. В одном боксе 200 свиней. Каждая весит примерно 125 килограмм. Выходит 25 тонн. А что, если бы не было этих барьеров? Ну, конечно, вот сложно представить, если, например, открыть эти двери, и они все побегут на тебя. Ну, мы же выгоняем, к примеру, если мы реализуем сегодня 20 голов, это целую клетку открывается, и уже мы дальше их через весы реализовываем нашим клиентам. Мне близка сельская жизнь. Я видел, как забивают свиней, и приятного в этом мало. Тут на ферме процесс, конечно, отличается от деревенского, но пусть это останется за кадром. О-хо-хо-хо, как долго я этого ждал. Свежий, морозный воздух. Конечно, ну, если холодно, нагреться некомфортно, но приятный сладкий аромат. Очень-очень-очень не хватало его. Вообще, на самом деле, процесс очень интересный. Понятное дело, что аромат такой достаточно специфичный, никуда от этого не деться. Это жизнь. Вот так производится мясо, и мы вам это все показали. Вот так. Ну что, самая грустная часть нашей программы. Мы находимся в забойном цехе. Из гуманных соображений мы не покажем, как цыпленок вращается с жизнью, но можем сказать лишь одно – он не мучается. На него воздействует током, после чего чувствительность его обнуляется, можно так сказать. Прежде чем приступают к разделке, мясо помещают в холодильник шоковой заморозки, чтобы оно не испортилось, а уже охлажденное делят на крылья, спинки, филе, окорочок или фасуют целиком и снова охлаждают. Ну что, посмотрим, где сегодня холоднее – в холодильнике или на улице. Ну что, свежая продукция сразу видно, она розового цвета, посмотрите. Скажем сразу, здесь оно не залеживается. По республике у птичьей фермы 14 фирменных магазинов, и свежий продукт ждут ежедневно, кроме воскресенья. И так круглый год. А два года назад здесь заработала линия по изготовлению полуфабрикатов из свинины и куриного мяса. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, колбаски нежные, честно сказать, я пробовала. Как готовите их вы? Я обожаю на гриле. Еще есть способы, как их можно приготовить? Конечно, есть. Можно жарить на сковороде, на костре, в природных условиях. Ну, есть одна проблема. Когда жаришь, вот эта оболочка кишка свиная, да, она лопается, трескается иногда. Есть какой-то совет от бывалой хозяйки? Конечно, прежде чем их жарить, их нужно протыкать. Вилочка, если это в домашних условиях, там, ну, нужно протыкать. Для чего это делает? Это делается для того, чтобы выходил воздух, сок, чтобы при нагревании расширяется оболочка, и она может лопнуть, брызнуть в лицо. Цех уже скоро ждет модернизация, тогда ассортимент еще увеличится. Из-за холода мы совсем забыли вам показать, в каком живописном месте находится предприятие. Правда, приезжать сюда советуют все же весной, когда цветут деревья. Что ж, может, как-нибудь будем проезжать мимо и заглянем сюда снова. Катя! Какие люди? Привет! А ты почему тут отходишь? Ну, вот, амбре чувствуется, чувствуется, что судьба злодейка, коннект с хрюшами у тебя был. Был. Скажи, как впечатление? Прекрасно, они такие жизнерадостные, с веселыми глазками. Было, в общем, интересно за ними понаблюдать. Как ты, как птицы? Ну, знаешь, познавательная экскурсия. Учитывая, что я активный потребитель, можно сказать, этой продукции, для меня вот было очень любопытно. Ну, вот так. На самом деле, по этой трассе, она ведет в сторону села Ошибка, мы проезжали несколько раз, но я, честно говоря, не думал, что здесь такое интересное предприятие. И вот сегодня, в рамках вот этого цикла, посвященного промышленному туризму, мы с ним познакомились, рассказали вам о нем. И я думаю, что этот день точно прошел не зря. Да, а еще нам пригодились все вот эти средства защиты из актуальных перчатки, маски. Были бы они еще на меху вообще, цены бы мне было. Мы домой очень холодно, прощаемся до следующего четверга. Садимся поближе, чтобы ты тоже почувствовала атмосферу. Не дождешься, нет! Катя! Займите мне место! Займите мне место!